Когда мы встаем в САФ, то есть перед намазом коллективным, и есть братья, которые, ну, как сказать, многие очень сильно раздвигают, широко раздвигают, и наступает прям на ногу, прилично наступает, на мизинец там, и я думаю, что, наверное, такое правило я тоже беру, сверху на него так наступаю, ну, тем на самом деле, понятно, что это как будто моя зона, мои права нарушаешь, если хочешь встать, встать поближе, но наступать-то зачем, вот есть ли какое-то ограничение, я смотрю, некоторые стоят вот прям как плечи, на уровне плечи, некоторые стоят как, два человека могут там поместиться в этом месте. Ну, это как раз вот хадис, который мы сегодня читали, или как там был хадис, погибли те, кто крайностей, как там был хадис, те, которые чрезмерствуют в том месте, в том время, когда не надо чрезмерствовать. Вот это, есть хадисы, да, о том, что не оставляйте пустых мест, есть хадисы, где пророк, он говорит, я вижу то, что вы не видите, слышу то, что вы не слышите, я вижу, как шайтаны бегают между вашими рядами, или в пустых местах, подобно ягнятам из такого-то племени, в каком-то племени были маленькие ягнята, они туда-сюда бегали, и Расулла Аллаху алейсалям им привел такой пример. Поэтому общее правило заключается в том, чтобы не оставлять пустых мест среди стоящих в рядах, в рядах. Вот этого не сказано между ногами или между плечами, вот, но факт, что не надо оставлять свободу места. Но как это реализовать, это уже дело как бы техническое, скажем так. Вот. И если человек ставит ноги так широко, что этим самым доставляет дискомфорт другим братьям, стоящим рядом, то, конечно, это неправильно. Почему? Потому что есть такой хадис, Расулла Аллах говорит, алейсалям, «Ля дарара ва ля дырар» — не приносите вред другим, и не позволяйте, чтобы приносили вред вам. Если тебе неприятно, что вот так вот нога к ноге стоят, то если ты чувствуешь, что твоему брату это неприятно, то этого делать не надо. Но в общем, в общем, в книгах по фикху написано, что расстояние между ногами должно быть такое, чтобы туда поместили четыре пальца. Да. Ну, как бы. Вот так, да. И тем самым ты, да, никому не будешь мешать. И даже если ноги так широко стоят, во время стражда неудобно. Всё равно человек их обратно потом возвращает в исходное положение. Ну, в положение умеренное, да. Поэтому, надеюсь, они нас слышат, эти братья. Мы советуем вам так ноги широко не ставить, потому что это наносит неудобства другим братьям, вызывает у них чувство какое-то вот, не знаю, какое чувство, чувство перехода их границ, перехода их прав. Если это так, это действительно так, как вот нам признался наш брат. Я, конечно, обычно впереди делаю намаз, это не ощущаю. Но иногда, когда попадаешь в задние ряды, по каким-то причинам тоже бывает вот так вот. Ноги расставят, как-то тебя как будто хотят притеснить куда-то. Наступает прямо так. Это даже иногда наступает на мизинцы. Это неправильно. Исходя из того хадиса, где Расулева сказала, Исходя из того хадиса, что не надо быть мунадда, то есть чрезмерным, усердным там, где этого чрезмерства не требуется. Вот, в Аллаху, Аллаху, лучше же знать. Ну, когда мы тоже читали намаз, нам говорили вот учителя, то есть стремитесь, чтобы плечи были параллельно друг к другу стояли, причем к плечу вставать. Я слышал, что во время пророка Мухаммана Слава Слава Слава, у них даже плечи были истерты в этих местах, когда они стояли вот в джиматте. То есть одежда уже никак у нас может пойти, как бы одежда одна и то же была. Да, у них одежда. У них одежда, действительно, одна одежда была, и они не могли ее много менять. У нас тоже носки рвутся же, почему? Потому что мы много ходим в них, и надо уже новые покупать. А у кого нету носки, новые, видим иногда дырявых носках. Вот у них тоже такое было положение, у них тяжелое было положение. Некоторые, кроме Изара, ничего не находили, даже без верхней одежды читали намаз. А врат закрыт, закрыт, все. Бедра закрыты, и все, и так и читали намаз. А у кого была одежда, одна одежда только была. В общем, надо быть умеренным во всем. Все? Делаем дуа? Делаем дуа. Бисмилля, альхамду лилля, вассаляту вассаляму, расулу лилля, о Аллах, прости, помилуй нас над землей, под землей, и день встречи с тобой. Субханак Аллаху, мабихамдик. О Аллах, ты причисли от всех недостатков, вся хвала и благодарность тебе. Нашаду аля, иллях, иллянта. Мы свидетельствуем, что нет божества, кроме тебя. Настагфирук, просим у тебя прощения. Субханак Аллаху, мабихамдик. Нашаду аля, иллянта. Настагфирук, ана тубу алейк. Аула биллах, иллянта. Бисмилля, рахман, иррахим. Валаср. Инна линсана лафия хусар. Илля ледзина аману, амину с салихат. Иотовасову билхак, иотовасову билссабр. Валхамду биллах.